В газетах даже писали об этом. Она шла по дороге и плакала. Ей очень горько жилось на этом свете. Бог жалился над ней и убил ее. 43 года назад на советские экраны вышел фильм «Мой ласковый и нежный зверь». Главную роль дочки Лесничева, Оленьки, сыграла никому не известная 16-летняя балерина Галина Беляева. Режиссер Эмиль Латяну очень долго ее искал, а когда нашел, потерял голову от любви. Галя родилась в Иркутске в обычной семье. С детства грезила искусством, но мечтала не о профессии актрисы, ей нравился балет. В 13 лет она уехала в Воронеж и поступила в хореографическое училище. Именно здесь ее и нашла ассистент режиссера. Юной Галине было приятно, что ее утвердили на главную роль, к тому же с гениальным партнером Олегом Янковским. Но девушка даже представить себе не могла, насколько круто изменится ее жизнь после съемок. Эмиль был на 25 лет ее старше, их роман считали неприличным. Говорили, что юная балерина увела режиссера у актрисы Светланы Томы. Но они были счастливы и ни на кого не обращали внимания. Когда Латяну просил ее руки, мама отговаривала, уж слишком велика разница в возрасте. Но Галину в первой большой любви невозможно было остановить. В 79-м они поженились, а вскоре Галя родила сына Эмиля. Но брак продержался всего пять лет. Отношения дали трещину на съемках фильма Анна Павлова. Латяну настоял, чтобы они жили в разных номерах. Наверное, его творческой натуре так было нужно. Но Галина такого отношения не понимала. На развод подала она. Муж был против. Он даже забрал ребенка и уехал с ним в Кишинев. Какое-то время Галя не знала, где находится ее сын. Найти его помогла Светлана Тома. И мама Галины поехала за внуком. Потом в жизни Беляевой был роман с медиком Ливаном Сакварелидзе, который оперировал ей кисту. От него актриса родила второго сына – Платона. Но настоящее счастье она нашла с бизнесменом Сергеем Дайченко, который на момент знакомства учился в МГУ. Впервые они встретились случайно на улице. У Сергея за плечами уже был распавшийся брак и дочь Алиса. В 89-м влюбленные поженились и счастливы до сих пор. Они живут в подмосковном загородном доме. В этом браке Галина родила девочку Аню и мальчика Маркела. Сейчас она – любимая жена, многодетная мама и по-прежнему востребованная актриса в театре имени Маяковского. Иногда она не отказывает себе в удовольствии сняться в кино. Последний раз она появилась на экране в 2019 году в картине «Лев Яшин – воротарь моей мечты». Пожелаем замечательной актрисе здоровья и долгих лет жизни. Если вы помните ее роли, ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!